Добрый день! Давайте поразмышляем об исторических стереотипах, почему они возникли, и можно ли всему тому, что нам говорят историки, слепо верить. Я думаю, что специально обманывать никто никого не собирался. Скорее тут действует закон испорченного телефона. Кто-то что-то не расслышал или ошибся при пересказе, ну а дальше больше. Факт уже вывернут наизнанку. Итак, вот несколько исторических заблуждений, которые все мы знаем из школьной программы. А так ли это, об этом нам уже никто не расскажет. Правда ли, что в средневековье жили плохо и недолго? Наполеон – коротышка, а Менделеев – вообще крестный отец алкоголиков. Считается, например, что в темные века люди с трудом дотягивали до собственного 30-летия ввиду жизненных тягот, да и эту дату встречали дряхлыми стариками. Но роковые 30 – цифра условная. Это средняя продолжительность жизни, и она так скромная за высокой детской смертностью, мне кажется. Но уж если человеку повезло не умереть от дифтерии или свинки, то жизнь его была не короче, чем сегодня. К примеру, в Англии 14 века при короле Эдуарде II 60-летние мужчины только увольнялись с воинской службы. Ну, если, конечно, пики неприятеля не приканчивали их раньше. Демографическая ситуация не была одинаковой в разное время. Случались эпидемии, голод, войны, уносившие тысячи жизней, но отнюдь не так часто и повсеместно, как считается сейчас. И даже при всех этих бедствиях доля людей старше 50 лет неуклонно росла с XII века. А к XIV-XV веку во Франции настолько увеличилась старшая возрастная группа, что политики военные старше 70-ти уже были скорее нормой, чем исключением. Ну, военные имеются в виду военноначальники. Арабские цифры вовсе не арабские. О цифрах, которые сегодня пользуются почти весь мир, европейцы узнали из трудов арабских ученых. Между тем, арабы их не изобретали. Они их позаимствовали у индусов. В V веке в Индии появилась система записи, состоящая из девяти цифр. От одного до девяти. В которой числа изображались с помощью линий и углов. Количество углов соответствовало значению числа. Ну, все помнят единичка, да? С одним уголком. В девятке девять углов. Но настоящим прорывом стало введение нуля, что дало возможность ввести письменные вычисления. Римские цифры для этого совершенно не подходили. И были хороши только для записи небольших чисел. Невольным популяризатором продвинутой системы чисел стал сначала арабский математик Аль-Харизминь. Автор труда, от которого потом и произошел всем нам знакомый термин алгебра. А затем папа римский Сильвестр II, изучавший сочинения арабских мыслителей. Полноценно арабские цифры в Европе заменили римские лишь в XV веке. В России переход состоялся значительно позже, в начале XVIII века. До этого в стране пользовались кирильцей. Вот еще один вопрос. Сорокоградусная Менделеевка. Тоже миф из мифов. Великий русский химик действительно написал диссертацию рассуждения о соединении спирта с водой. Но к водке этот труд не имеет никакого отношения. Менделеев не изучал вкусовые характеристики смесей спирта и воды. Их воздействие на человека. В диссертации рассматривалась совсем другая проблема. Как изменяются свойства водных растворов спирта при различных концентрациях и внешних условиях. Особого внимания раствору с объемным содержанием спирта 40% ученый тоже не уделял. И к изобретению сорокоградусной водки совершенно не причастен. Крепкий напиток был известен в России задолго до рождения Менделеева. Впервые водка упоминается в 1751 году. А до этого смесь воды и спирта называлась просто вином. Белое вино. Его крепость определяли просто. Емкость с водоспиртовым раствором поджигали сверху. А после окончания горения измеряли оставшийся объем напитка. Эталоном считали полугар. Он выгорал ровно наполовину. В середине 19 века появились спиртометры. Тогда и выяснилось, что крепость полугара составляет 38%. Но для облегчения расчетов при продаже водки за эталон приняли 40%. Без всякого участия отца периодической системы элементов. Вот еще один миф о Сальери. Образ завистливого Сальери, убивающего своего талантливого соперника. Стал стереотипом с легкой руки русского поэта. Ничто иное, как художественный вымысел. В маленьких трагедиях Пушкин распределяет роли таким образом, исследуя природу страстей. Но в жизни все было скорее наоборот. Композиторы не соперничали. Сальери исполнял произведения Моцарта. Валюганг Амадей ждал коллегу на премьеру волшебной флейты. Да и вообще, прижизненная слава Моцарта была не так велика, как посмертная. В отличие от лавров придворного композитора. Которым был Сальери. Известного и неплохо зарабатывающего. Поводов для недобрых чувств у Моцарта было больше. Но символом черной зависти стало имя Сальери. У юристов и психиатров даже появился термин «синдром Сальери». Преступление, совершенное на почве профессиональной зависти. Композитора оправдали лишь 200 лет спустя. В 1997 году Миланский суд признал Сальери невиновным. Вот еще один миф или история красивая. Ньютону на голову упало яблоко, да? И он в тот же миг открыл закон всемирного тяготения. Эту историю поведал сам Ньютон своим биографом. Но в его версии не было ни травм, ни внезапных озарений. Было лишь яблоко, упавшее с соседней яблони. И только через 21 год ученый опубликовал свой труд «Математические начала натуральной философии», в котором был описан, собственно, закон всемирного тяготения. Есть даже версия, что легенду Ньютон придумал нарочно, чтобы оправдаться перед другим знаменитым ученым Робертом Гуком, уверявшим, будто Ньютон украл у него идею о всемирном тяготении. Более того, ряд биографов вообще не упоминают ни о каком яблоке. Ну, очередная легенда или миф – это небольшой рост Наполеона. Ну, почти карлик, можно сказать. Его рост составлял 5 футов 2 дюйма. Много это или мало зависит от того, как считать. Если переводить в сантиметры английские футы, получается всего 157 сантиметров. А если французские – 169. Это 12 сантиметров разницы. При этом среднестатистические французы того времени, в принципе, были, ну, не крупными людьми. Солдаты брали с ростом от 160 сантиметров. А в 1804 году планку еще понизили – до 154 сантиметров. Тем не менее, Наполеон казался невысоким. Возможно, из-за непропорционально большой головы, хрупкого телосложения и мальчишеской внешности. Став главнокомандующим итальянской армии, Бонапарт получил прозвище «маленький капрал». На тот момент ему было всего 26, а выглядел еще моложе. Сыграло роль и окружение. На фоне русских рослых маршалов и гвардейцев император не казался крупной фигурой. Что касается комплексов Наполеона, то они вряд ли связаны с ростом. Его главный школьный недруг был на полголовы ниже. Для переживаний было немало других причин. Корсиканское происхождение, странное имя, плохой французский, бедность. Именно за это будущего императора отразнили в школе. Именно поэтому он стремился стать лучше других. Вот поговорили о разных мифах исторических. На сегодня, наверное, все. До свидания. Мир вашему дому. И до встречи.